Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную партию Магнуса Карлсона, которую он сыграл в восьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в конце 2019 года в Москве. Соперником Карлсона в этой партии был один из сильнейших чешских шахматистов нашего времени, Виктор Лазничко. Этот поединок интересен прежде всего тем, что в нем Карлсону удалось сообщить очень мощную энергию своим пешком на ферзьевом фланге, и он этой пешечной массой буквально задавил своего соперника. Но в этой партии не все так просто. В определенный момент Карлсон допустил серьезную ошибку, и его соперник уже буквально за несколько ходов до окончания этой партии мог получить очень хорошую позицию. Итак, Магнус Карлсон белыми здесь сыграл Д4, в ответ получил Д5. Конь Ф3, конь Ф6 и слон Ф4. Лондонская система, частый гость в быстрых партиях чемпиона мира. Это достаточно понятная схема, популярна как на самом высоком уровне, так и среди простых любителей нашей игры. Слоны в 5 играют черные, Е3, Е6 и конь БД2. Черные ставят слона на Е7 и белые играют конь Е5. Идея этого хода пойти Ж2, Ж4, стеснить слона черных. Поэтому Лазничка отвечает ходом Х5, Карлсон на Д3 выводит белопольного слона, и после взятия забирает не пешкой, а конем. Хотя в принципе взятие пешкой на Д3 также было возможно, что продемонстрировал в этой партии Виктор Лазничка, забрав на Д6 как раз своей пешкой. Но этот размен впереди, черные пока играют конь БД7, ферзь Е2, конь Е4. И белые играют Х3. Лазничка просто разменивается на Д2. И в этой позиции в распоряжении черных было несколько хороших продолжений. Например, можно было сразу сыграть С5. После взятия забираем конем, скушали, съели. Здесь у черных больших проблем нет. Но черные играют слон Д6 и после взятия забирают пешкой. У черных образовались сдвоенные пешки по вертикали Д, но это явно временное явление. Более того, пешка на Д6 очень важна, так как берет под контроль два ключевых поля С5 и Е5, куда мог бы стать белый конь. В этой позиции и у Карлсона был выбор. Он мог сделать короткую рокировку, но увел короля на ферзьевый фланг. Черные играют Х4, зажимая королевский фланг белых. Пешка Ж2 в будущем может стать слабостью. Король Б1, ход обязательный в таких ситуациях, конь Ф6, Ф3 и ферзь Б6. Белые играют по центру, владя ХЕ1 и готовят продвижение Е3-Е4. Но для этого, конечно, нужно защитить пешку Д4. И после длинной рокировки со стороны чешского гроссмейстера Магнус Карлсон играет С3. Черные отходят королем на Б8 и Е4. Ферзь С7 и белые играют Ферзь Ж5. Активная игра со стороны чемпиона мира. Он нападает на пешку Ж7. Черные вынуждены защититься. Ладья С1. Идея белых продвинуть в будущем пешку С и выиграть темп, напав на Ферзя черных. Ладья Х5 и Ферзь Е3. Черные в этой позиции играют Е5. Очень красочное расположение пешек в центре. Здесь возможны различные размены. Магнус Карлсон останавливается на взятии ДЕ. После симметричного ДЕ черные лишились своих сдвоенных пешек. Но после С4 им нужно было решить, как же поступить в этом случае. Магнус Карлсон в этой позиции, конечно же, на ход ДЦ, что было лучшим со стороны черных, сыграл бы Б3. Но тогда Ферзь Б6 и черные после размена Ферзей получают еще одну пару сдвоенных пешек. Правда, после ладья бьет С4, ладья Д8, нападая на коня и король С2, можно побеспокоить пешку Ж2 ходом ладья Ж5. Ладья Е2, конь Х5 с идеей вторжения на пункт Ф4. И здесь у черных немножечко худшая позиция. Хотя, конечно, белым пробить оборону здесь не так-то просто. В нашей же партии чешский гроссмейстер сыграл иначе. Вместо взятия на С4, он решил создать в центре защищенную проходную пешку. И пошел Д4. Этот ход оказывается очень серьезной стратегической ошибкой. По той простой причине, что при коне на поле Д3 перспективы пешки Д4 весьма туманны. В то же время у белых на Ферзьевом фланге образовалось пешечное большинство. И Магнус Карлсон очень быстро доказывает, что его подвижные пешки на этом участке доски очень и очень сильны. Проследите за дальнейшей игрой чемпиона мира. Он отходит Ферзьевом из-под боя. И после конь Д7 сразу же играет С5, захватывая пространство на Ферзьевом фланге. Ладья Х6. Черные понимают, что ладья на Х5 находится не у дел. На Ж5 стать она не могла, так как Ферзь бы ее скушал. Поэтому она переводится на шестую линию. Белые играют Б4. Пешки белых уже становятся очень опасными. И в этой позиции чешскому гроссмейстеру стоило на С6 поставить свою ладью, чтобы препятствовать дальнейшему продвижению пешек. В ответ на Б5 черные здесь уже готовы расстаться с качеством. После взятия на С5, конь БЦ5, конь С5, у черных прекрасная компенсация. Пешка становится на Б6, подкрепляя мощного коня С5. И пешка Д4 в такой позиции, конечно, является отличным ресурсом черных. Но на ладья С6 лучше пойти ладья С4. И далее просто фигуры размещаются по линии С. Как черные, так и белые. А6, Ферзь С2. Белые дальше двигают свои пешки на Ферзьевом фланге. И все-таки получают в этой позиции перевес. Но это было меньшее из зол. А чешский гроссмейстер решил малой кровью остановить мощные пешки соперника, просто сыграв Ферзь С6. Магнус Карлсон уже следующим своим ходом доказывает ошибочность плана лазнички, ставя Ферзя на Б2. Он хочет пойти Б5, что же дело черным. На ход А6 последует Ферзь Б3 с целью сыграть А4. На Ферзь Б5 последовало то же самое, защищая коня и подготавливая ход А2-А4. Черные изо всех сил пытаются не допустить продвижения белой пешки А ходом ладья А6. Но белые играют конь Б2, доказывая, что ход А2-А4 все-таки будет сделан. Ладья Ф6. Несолоно хлебавший отходит ладья черных. После А4 Ферзь С6 в этой позиции белым лучше всего было поставить коня на Д3, защитив пешку на Ц5 и уж потом сыграть Б5. Но Карлсон немножечко торопится. Сразу ставит пешку на Б5. Конечно, брать на Ц5 с контратакой Ферзя черные не могли, потому что белый Ферзь отходил на А3, нападал с ладьей на коня. По-прежнему под боем Ферзь. Черные теряют фигуру. Поэтому Ферзь Е6. Попытка размена Ферзей, но Магнус Карлсон, конечно, понимает, что его шансы в атаке на короля черных при поддержке мощных пешек. Поэтому он избегает размена Ферзей, ставя сильнейшую фигуру на Б4. В этой позиции самым лучшим решением за черных было неожиданное А5. Чисто тактический трюк. В случае взятия пешки последует конь Ц5. Неожиданное решение. И на ладья Ц5 вилка Б6. Здесь у черных явно не хуже. Поэтому белым нужно просто отойти на А3, на Ферзь Е7 со связкой пешки. Король А2 защита, ладья Ц8, конь Д3. Белые сохраняют серьезное преимущество. Но черные сыграли ладья Ц8 и пешки белых продолжили свой победоносный марш. Ц6 играет чемпион мира, атакуя коня, тот отходит на Б6, А5 и конь А8. Бедную черную лошадку загнали в угол, в то же время как мощные белые пешки продолжают свое движение. ЦБ, король бьет Б7 и в этой позиции белым можно было сыграть конь А4 с целью дать вилку. Также неплохо было бы ладья Ц6, нападая на Ферзя. Ну и в случае взятия тут у нас двойной шаг. И дальше, конечно, черный король попадает под разгромную атаку. Но Магнус Карлсон забирает на Ц8, что в принципе тоже приемлемо. Ферзь Ц8, ладья Ц1, ферзь Д8 и конь Д3, нападая на пешку и угрожая шахом. Конь Ц7, конь Ц5, король А8. Теперь в углу оказался черный монарх, но оттого черным не легче. Б6. У белых в запасе еще две пешки. Взяли-взяли. Всего одна осталась, но она проходная и движется вперед. После коня А6 в этой позиции белые могли спокойно забрать коня на А6. И после взятия на Б6 дать шах ладья Ц8. Дальше Ферзь Ц8, Ферзь бьет Б6. Шахов у черных нет, а белые угрожают ходом конь Ц7 получить лишнего ферзя. В общем, здесь позиция черных безнадежна. Но Магнус Карлсон решил сыграть сильнее. Пошел Б7 и подтвердил поговорку «от добра до брони ищут». Дело в том, что после хода короля А7 ему надо было бы найти ход Ферзя 4. Связочка. И после Д3 еще один точный ход сделать. Конь Д7. Нападая на ладью и угрожая ходом Б8 Ферзь. Там конь связан на А6. Придется черным забирать Ферзем и отдавать сильнейшую фигуру. И тут на ход король Б7 следует взятие в этой позиции с лишним качеством. Белые продолжают атаку на короля и быстро побеждают. А Магнус Карлсон беззаботно сыграл конь бьет А6. И его соперник вот здесь имел возможность подловить чемпиона мира на вот такой очень грубой ошибке. Ладья Б6 надо было играть лазнички. И после ладья Ц8 король бьет А6. Карлсону нужно было найти самый сильный ход. Если пойти Б8 Ферзь, то берем на Б4. Отвлекаем Ферзя от защиты ладьи. После Ферзь бьет Ц8. У черных лишняя проходная пешка Д4 и все шансы на победу. Поэтому Карлсону пришлось бы здесь поднять ход Б8 конь шах. И после король Б7, конечно там брать на Б8 плохо. Потому что белые также брали. Ладья бьет Д8. Взяли на Б4 шах. Король Ц2. Ладья Ц4. Король Д2. Ладья А4. Оказывается, что белый конь стреножен. Если в этой позиции пойти конь Д7, то король Ц7. Двойной удар. Поэтому нужно играть Ф4. Правда, после ладья А2, король Д3, король Ц7, ладья Ф8, Ф6. Позиция не ясна. Потому что конь по-прежнему в западне. Как здесь белым выигрывать, непонятно. Но Лазничка значительно упростил задачу Магнуса Карлсона. Автоматически забрав ладьей на А6. И после ладья Ц8 черным ничего не осталось, как просто сдаться. Угрожает мат Б8 ферзь. И приемлемой защиты не находится. Вот такая очень интересная партия. Магнус Карлсон прошел со своими пешками по всему ферзевому флангу. Но ошибка в заключительной стадии шахматной партии могла поставить под вопрос победу чемпиона мира в этом поединке. Все же, видимо, Лазничка слишком уже разуверился в своих шансах. Просто побил на А6 и на следующем ходу сдался. Этот пример нам показывает, что не нужно терять надежду даже в самых, казалось бы, отчаянных положениях. Даже играя против чемпиона мира, вы можете надеяться на ошибку с его стороны. И повернуть вспять ход шахматной партии, выровняв шанс или даже победив. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok